Казанский федеральный университет, помимо того, что славится высоким уровнем образования, также является лидером в Республике Татарстан в сфере изобретений. На базе КФУ работает патентно-лицензионный отдел, который существует с 2008 года. Его основная задача – защита прав изобретений Казанского университета. ВУЗ на протяжении многих лет ведет активную работу с патентами. Так мы оказались в числе лидеров по количеству присутствий в топ-10 приоритетов научно-технического развития, где заняли четвертое и пятое место по России. Можно сделать вывод, что Казанский федеральный университет, хотя и занимается в основном фундаментальным исследованием, но тем не менее у нас идет достаточно хороший прорыв, и мы лидируем даже среди технических университетов. Планомерная деятельность отдела направлена на утверждение локальных документов по работе с объектами интеллектуальной собственности КФУ. Ежегодно Казанский университет награждается дипломами за достигнутые успехи в республиканских смотрах изобретателей и рационализаторов. Для того, чтобы довести разработку до официального подтверждения о патенте, необходимо заблаговременно провести плотную работу с автором проекта. Для начала идею вносят в статус ноу-хау, после чего следует этап воплощения проекта от мысли до реальных действий, для того, чтобы изобретение могло применяться в промышленности. Чтобы закрепить правовую защиту этого объекта, мы вводим режим в отношении этого объекта ноу-хау. Потом в течение некоторого количества времени проводим исследования, испытания уже в промышленности. И после того, как мы получаем хорошие результаты, начинаем процедуру патентования. Для этого мы снимаем режим ноу-хау с этого изобретения, и процедура патентования идет. В связи вот с как раз последними событиями, связанными, ну, понятно, с чем, значит, российское патентное ведомство значительно ускорило процедуру экспертизы наших изобретений. И раньше, например, экспертиза изобретений проводилась в течение двух лет и даже иногда более, сейчас эта процедура проводится в течение шести месяцев. Далее автору проекта необходимо правильно заполнить документы на лицензирование своего изобретения. Для этого нужно заполнить анкету, предоставить все материалы патентно-лицензионному отделу. Если все справки заполнены верно, то они передаются в Москву, где проходит необходимую проверку, после чего предоставляется свидетельство о регистрации патента. Заполнить все необходимые документы можно как оффлайн, так и онлайн. Три основных критерия патентоспособности любого изобретения – это у нас мировая новизна, изобретательский уровень и, конечно же, промышленная применимость. И если вот хотя бы один из этих критериев опорочен, а это нужно выяснять на первом этапе работы с автором, потому что иногда бывают публикации, иногда бывают диссертации. Автореферат диссертации был противопоставлен вот одной из наших девочек, которая тоже была автором. И отказной приходит решение в результате. То есть, если нет одного из этих критерий в реале, то есть мы уже не можем ничего сделать, нам приходит отказ эксперта из ФИПС, Федерального института промышленной собственности. Однако зарегистрировать изобретение – это лишь малая часть работы. Сотрудникам патентно-лицензионного отдела необходимо найти разработки ученых и студентов КФУ, которые могут принести пользу ВУЗу и расширить границы сотрудничества. Изобретателей стандартов нет. Это не стандартная работа. Поэтому, во-первых, я регулярно просматриваю передачи университетского телевидения «Универ ТВ-канал», где выступают студенты, преподаватели, ученые. Я к ним прислушиваюсь, дальше прикидываю так, «А что может быть новым? Я просматриваю результаты всевозможных конкурсов или участников конкурсов. Так, там прикидываю, а что может быть интересным с точки зрения изобретательской деятельности?» Я этих людей нахожу, беседую с ними и стараюсь предупредить их о том, что прежде чем опубликовать результат полученный, сначала отправьте заявку на регистрацию вашего результата, а потом уже пишите хоть куда угодно. На сегодняшний день Казанский федеральный университет работает со многими крупными предприятиями Республики Татарстан. Среди них Татнефть, ТНГ Групп, Нижнекамск, Нефтехим, завод Роксинтез и Татхимфармпрепараты. За последние четыре года университет совместно с компаниями создал более ста проектов, которые работают на благо региона в целом и Казанского университета в частности. Аделина Амдрахманова, Фариза Хитоглы, Универньюс.